Издательство Бомбора. Океан книг. Синдром эмоционального выгорания. Читает автор, то есть я, то есть Татьяна Мужицкая, психолог, тренер, радиоведущая и, в общем, знакомый вам уже автор большого количества книг в издательстве Бомбора. Я уже видела такой взгляд. Безразличный, будто там по ту сторону глазных яблок нет человека. Сидит тело, на вид совершенно живое, реагирует на раздражители, кивает, двигает руками, ногами, моргает, дышит. Ой, гляньте-ка, даже улыбается. Ну, правда, только губами. А душой нет. Души нет. Потерялась. Взгляд принадлежал Наташе, с которой я периодически пересекалась на устроенных нашими общими друзьями посиделках. Знаете, такая бывает всегда энергичная, увлеченная работой в школе, созданием авторской керамики, байдарочными походами. Вот такая вот. Знаете, такие вот бывают люди, да? И вот в этот раз она меня поразила просто полным отсутствием присутствия. Ну, прям анимичная мимика, ноль реакции на реплики друзей и постоянное стремление ускользнуть из компании и отсидеться где-нибудь в сторонке. О-о-о, мне уже приходилось видеть людей в таком состоянии. И не раз. Клиентов, коллег, друзей. За пресловутым вот этим «я просто устал» скрывался синдром эмоционального выгорания, так называемый СЭВ. Это не только физическое, это прежде всего психическое истощение. Слово «выгорание» стало модным. Заметили? Угу. То там, то тут звучит «Ах, всё, я выгорел, надо в отпуск». Кстати, может, вы даже сами такое произносили когда-нибудь. Произносили? Ну вот. Но если присмотреться, то становится очевидно. Человек просто физически устал. Нездоровое питание, нехватка сна, много работы. Ну, бонусом курение и алкоголь. Всё это легко выводит тело из строя. И чтобы вернуться в норму, действительно нужно просто отдохнуть. Что значит просто отдохнуть? Ну, например, несколько дней подряд проваляться в постели. Ну, знакомо. И помогает. Но если речь идёт именно о синдроме эмоционального выгорания, то такой отдых не даст результата. Потому что в первопричинах проблемы чрезмерные эмоциональные нагрузки. Да, такие дела. Американские и советские психологи заинтересовались этими проблемами, вот именно проблемами психологического истощения в середине прошлого века. Ну, понятно, да, век-то индустриальный, человек-то должен приносить пользу, а тут вдруг раз и не приносит. Поэтому, конечно, они изучали этот вопрос очень подробно. Эмили и Амелия Нагоски ввели настоящую моду на выгорание, проанализировав его в одноимённой книге. Ну, я сейчас говорю о книге Эмили Нагоски и Амелия Нагоски «Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса». Оно издано в издательстве «Миф» в 2019 году. Если интересно, почитайте. Классический подход предполагает, что в ловушку СЭФ попадают высокоответственные люди с профессией «человек-человек». Как говорится, работаешь с людьми, отдыхай в одиночестве. Но я настаиваю, что, во-первых, абсолютно вся наша жизнь построена на эмоциях и эмоциональных нагрузках, а потому сегодня этому синдрому может быть подвержен каждый. Во-вторых, список предпосылок к выгоранию гораздо более насыщенный, чем просто стресс на работе. И давайте тогда разбираться в основных симптомах и причинах их появления. Ведь наверняка вы догадываетесь, что отсутствующий взгляд — это не признак выгорания, а лишь его последствия. Поэтому давайте разбираться. Как распознать выгорание? Первый тревожный звоночек по исследованиям Кристины Маслах, американского социального психолога, профессора психологии, автора многофакторной теории выгорания, самой распространенной на данный момент теории, изучающей эмоциональное выгорание с 1978 года. Так вот, первый тревожный звоночек — это эмоциональное истощение. Что это значит? Человек перестаёт откликаться на происходящее вокруг. Ну, например, вот та самая учительница Натальи на вечеринке, где мы с ней очередной раз пересеклись, она вообще не реагировала на шутки. Ни на какие. Хотя компания покатывалась со смеху через каждые пять минут. Основная причина — перенасыщение любыми эмоциями. Ещё раз повторю, перенасыщение любыми эмоциями, не только негативными. Ну, конечно, стресс, бесконечные адреналиновые, кортизоловые атаки — это первое, что вызывает тотальный перегруз нервной системы. Но, и вот сейчас вы, наверное, очень удивитесь, я прям готова к тому, что вы начнёте кидать у меня тапками. Я готова. Ну, так вот, не только тотальный перегруз нервной системы вызывает именно кортизоловые атаки, но и всепоглощающая любовь к своему делу может иметь тот же самый эффект. Представляете? А вот так. Я лично наступала на эти грабли. Если работа супер-мега-насыщенная, эмоционально интересная, то в какой-то момент повседневность становится серой и скучной. То есть, если насильно давить на серотониновую кнопку, то гормон радости перестаёт вырабатываться самостоятельно, и в душе образуется вакуум. Переизбыток любой химии истощает физику. Получается, что к эмоциональной изнурённости фактически приводит нещадная эксплуатация тела, когда мы живём так, будто собственную батарейку заряжать не надо. Это очень опасный и первый по счёту симптом. Второй симптом — так называемая деперсонализация. Сложное слово, да? Ничего, сейчас расшифрую. Полное отсутствие интереса к людям и их переживаниям. Ой, для меня это прям самый яркий признак надвигающегося выгорания. В этом плане я как раз счастливый человек. Отличная связь с телом позволяет мне заприметить опасность ещё на горизонте. До настоящего выгорания я сама, ну, можно сказать, ни разу не доходила. Но именно благодаря тому, что отчётливо понимаю, как только я начинаю ненавидеть людей, которых вообще-то очень люблю и очень много с ними работаю, значит, пора в отпуск. Даже если эти люди говорят мне спасибо, дарят подарки, хотят обнять, а меня в этот момент прям так и подбывает куда-нибудь от них спрятаться, становится ясно, так-так-так, срочно нужны превентивные меры, нужен отдых от людей, работаешь с людьми, отдыхай в одиночестве. Вот. Потому что снова причина в чём? Причина в отсутствии заряда. Когда хочется человеку что-то дать, ну, просто необходимо, значит, это где-то взять. Как говорю, помните, Кот Матроскин, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Вот если из любви 24 на 7 помогать людям и не находить время для вдоха и получения энергии, обязательно наступит момент, когда начнёт от этих самых людей тошнить. Провести ещё одну консультацию, сшить ещё одного плюшевого зайца на заказ, написать ещё один маленький постик или сходить на массаж. Если, выбирая между помощью другим и помощью себе, вы отдаёте предпочтение другим, ну, продолжите фразу, что будет, ну да, ждите, что начнёте их ненавидеть. Впрочем, на эту тему я-то вообще написала целую книгу и говорю сейчас о книге «Брать, давайте наслаждаться». Как оставаться в ресурсе, чтобы с вами не происходило. Она вышла в издательстве «Бомбора» в 21-м году. Обратите внимание, очень, кстати, толковая книга. А есть ещё третий симптом. Он называется так «редукция профессиональных достижений». Ну, это я так пафосно, а простыми словами, если называется самообесценивание. И вот Наташа была как раз его наглядным пособием. Все неудовлетворительные результаты контрольных, детские конфликты в классе и скандал одной мамаши с завучем, она приписывала исключительно собственной некомпетентности. Помните, часовню тоже я развалил. Вот это примерно оттуда, как было в «Кавказской пленнице». То есть она полностью утратила веру в себя, в свои таланты, обесценила достижения почти трёх десятилетий своей работы и говорила мне об этом не наигранно и явно не с целью вызвать жалость или нарваться на комплимент, а как-то так вот безучастно, констатируя непреложные, по её мнению, факты. «Аркадий плавать не умеет, а на поверхности воды его удерживает мнение о нём знакомых и родных», как пишется в стежке-пирожке Мэн Кун. Ну, с редукцией, в общем-то, и родных не надо. Всё сама, всё сама, всё сама. И это тоже сама, да, сама себя обесцениваю, не волнуйтесь. Но в подавляющем большинстве случаев демотивирующее окружение становится основной причиной самообесценивания. Это когда близкие, друзья, коллеги, руководители или клиенты не замечают ваших побед вообще, но ярко реагируют, когда что-то не так. То есть буквально полная девальвация заслуг. Все три перечисленных симптома в совокупности сигналят о наступившем выгорании. И порождает это состояние каждая из уже озвученных причин. Давайте вернёмся к ним и разберёмся подробнее, откуда мы получаем всё это добро. А главное, что теперь со всем этим делать? Неужели вы думали, я вас брошу, не дав ответа на вопрос? Ну вот. Я вижу четыре основные источника синдрома эмоционального выгорания. Первое. Однообразие. Второе. Обесценивание. Третье. Потеря или отсутствие смысла. И четвёртое. Внутренний конфликт. Подумайте над этим. А я пока вам расскажу, что в тот вечер мне удалось немного разговорить Наташу, и оказалось, что недостаток отдыха, а точнее вот эта нещадная эксплуатация собственного тела, только одна из неприятностей. Поэтому полноценные соны витаминки не спасали. А дело было в том, что в школу поставили нового директора, у которого подход к работе с детьми и родителями, мягко говоря, расходился с подходом Натальи и некоторых её коллег. На этой почве зацвели буйным цветом все четыре проблемы, ведущие к выгоранию. Напоминаю, однообразие, обесценивание, потеря смысла и внутренний конфликт. И в результате почти года ежедневных невидимых сражений за собственную правоту, душа Наташи, кажется, сдалась и покинула поле боя. Итак, разбираться будем, да? Однообразие. Всем нам свойственно вставать на рельсы рутины. Даже в самом интересном и любимом деле есть обязательные повторяющиеся действия. И тут большую роль играет частота повторений. Например, Учителю приходится рассказывать одно и то же из года в год, хотя рутину с проверкой домашек не всегда можно назвать тоскливым времяпрепровождением. А вот у сотрудника колл-центра цикл повторений одной и той же информации в разы, как вы понимаете, то есть в десятки, в сотни раз выше. Здравствуйте! Ваш звонок очень важен для нас по 50-60 раз в день. Кажется, я уже сто раз это сказала. Вы что тупые такие? Ну не работает сегодня у нас сервер. Не работает. Да, вот это вот хочется уже сказать. Даже не на 50-й, на 15-й раз уже хочется сказать. Я уже вам столько раз это повторяю, да? Что же делать-то? Фокусировать внимание на обратной связи. Для кого мы трудимся-то? Какую цель мы преследуем? Я попалась на таком моменте, однажды очень смешно было. Я вела интенсив по НЛП, который длился 21 день подряд. Такая была форма работы. А параллельно мой коллега Андрей Кёник вел вечерний курс, тоже по НЛП, и у него рожает жена, его срочно надо подменить. Он едет, значит, в роддом, а я, отработав целый день на дневной программе, иду подменять Андрея на вечернюю. Я пришла на помощь и ответственно, так, собственно, свою лекционную часть читаю и записываю что-то на доске. А так совпало, такая шутка мироздания была, что в этот день его ученики проходили ту же тему, что и мои. И в какой-то момент я такая пишу на доске, что-то поворачиваюсь, и в ужасе обнаруживаю, что передо мной другая группа сидит. Я продолжаю уже своим рассказывать, я на доске пишу, но в голове-то моя группа сидит, понимаете, да? Звоночек, звоночек, товарищи. Потому что, напоминаю, идея в том, чтобы фокусировать внимание на тех людях, для которых мы в итоге создаем этот самый конечный результат. Если человек не считывает обратную связь от окружающих, значит, он выпадает из внешней реальности и куда уходит? Правильно, в себя. А это очень опасный признак. Как это работает? Например, мне часто предлагают помощника для ведения соцсетей. И все удивляются. Неужели вы самостоятельно с аудиторией общаетесь? Неужели вы на сообщения сами отвечаете? Это ж сколько времени нужно? Да пусть лучше специально обученный СММщик отвечает на комментарии и сообщения в директ. Нет, ребят. Вот я как раз делаю это самостоятельно, именно чтобы не выгореть. Понимаете? Я хочу получать от людей обратную связь. Мне интересно, какие темы и вопросы заходят аудитории, а какие нет. Я хочу своими глазами видеть и чувствовать их спасибо и их, понимаете, сердечки, лайки и так далее. А если писать по контент-плану статьи на месяц вперед, то контакт в моменте у меня исчезнет. Я перестану общаться с живыми людьми и не смогу получать от них энергию обратно. И выгорю тогда на тему блогерства. Собственно, я сначала и отказывалась, и не хотела быть блогером, потому что я себе представляла, что это будет именно так. Но потом поменяла свое мнение и очень этим довольна. Однажды мне поступил такой заказ провести потоком 30 одинаковых тренингов для одной компании. Сперва я думала, что, честно говоря, не справлюсь, потому что я очень творческий человек, и вести типовой тренинг для меня — это вызов. Но одинаковое занятие — это было важное условие компании, чтобы люди могли потом обсуждать эти упражнения и даже анекдоты, чтобы они говорили на одном языке. В этом была идея. И знаете, я справилась. Я легко даже справилась. Это за три месяца мы сделали. Произошло это благодаря тому, что я сфокусировалась на том, что люди каждый раз разные, группы разные. И да, я в десятый раз рассказывала один и тот же анекдот, реакцию в десятый раз я получала новую. Понимаете, это очень важно. Помнить, для кого я это делаю, и успеть получить реакцию. Но в Наташиной истории источником однообразия была вовсе не ее основная деятельность. Наша женщина Наташа устала от регулярных конфликтов. На всех летучках и педсоветах повторялась одна и та же ситуация. Директор укорял нашу героиню в том, что ее ученики недостаточно хорошо пишут контрольные и не показывают результатов на Олимпиадах, не участвуют в межшкольных конференциях. А Наташа пыталась отбиваться, но зато у нас есть свой киноклуб, зато у нас свой телеграм-канал, и раз в неделю мы собираемся просто поговорить по душам. Это же тоже важно. Особенно в старших классах, когда уровень стресса у детей зашкаливает. Но все ее доводы разбивались о глухую стену административного безразличия, и все ее заслуги директор аннулировал. Обесценивание. Нет ничего более выматывающего, чем изо дня в день сталкиваться с обесцениванием своих достижений и себя как личности. Регулярно выслушивая претензии директора, Наталья закономерно начала сомневаться в собственной компетентности. Как в стишке и пирожке. Без ложной скромности замечу, я гениальный человек, а то, что ничего не создал, так я был занят и болел. Автор Better Days. Еще опаснее, когда человек начинает себя с кем-то сравнивать. Ну да, люди-то вон что добились в моем возрасте, а я-то ведь ничего. Ему говорят, да ты вообще потрясающий, а он думает, ага, ничего-то ты не понимаешь. Мало ли, что ты там считаешь, а я-то ведь знаю, что все на самом деле плохо. Подумаешь, план выполнили, можно было бы сделать и больше. Вот это вот, знаете, можно было бы и больше, лучше, быстрее, выше, сильнее. Это очень опасный сигнал. Это самообесценивание, и с ним просто необходимо что-то делать, товарищи. А что же с ним делать? Ну, конечно, идеальный антидот это любящие глаза. Либо найти человека, который будет вами восхищаться, ну, либо самому смотреть на себя его глазами. Вот давайте прямо сейчас сыграем с вами в это. Вспомните того, кто очень-очень вас любит или кто вас очень-очень любил. Вспомните восторженный и принимающий взгляд этого человека. Не получается? Или получается? А если не получается, вот что, нет, таких и не было в вашей жизни? Ну, понимаю. Тогда возьмите за образец поведения главного героя короткометражки «Подтверждение». Валидейшн называется. Найдите на Ютубе, посмотрите. Этот человек, который говорил, «Вы! Вы восхитительны!» И прям очень красиво это делал. Вот правда. Восхищайтесь собой, хвалите себя, говорите, почему вы сегодня молодец. Субтитры создавал DimaTorzok